Новшество осеннего призыва. С новобранцами работают психологи, а план по набору значительно снижен. Не спешат забирать даже тех, кто годен к службе. Результат дали отсрочку, потому что я учусь в магистратуре. Очередной виток в уголовном деле мэра Черногорска. Сегодня суд решил изменить меру пресечения Василию Белоногову. С него взята подписка о невыезде. Сейчас по домашнему аресту свалить не меняется. В Хакасе прошел всероссийский турнир по вольной борьбе в памяти Сергея Карамчакова. Традиционно на ковер вышли сильнейшие сибирские спортсмены. Вольная борьба уже поднимается не с таком уровне, как раньше. Все очень хорошие стали. Здравствуйте. В прямом эфире новости в студии Ольга Камзалакова. Глава Хакасии вылетел в командировку в Москву. Он проведет ряд рабочих встреч в федеральных министерствах и ведомствах. Вопросы будут касаться в том числе реализации социально значимых проектов на условиях софинансирования. Одна из таких встреч запланирована с министром спорта России Павлом Колобковым. Также Виктор Зимин намерен обсудить с бизнес-партнерами Хакасии и потенциальными инвесторами вопросы повышения надежности теплоснабжения в нескольких муниципалитетах республики, в частности, в Черногорске. В республике может появиться Ледовый дворец. Об этом шла речь на встрече главы Хакасии с инвесторами, которых этот крупный проект заинтересовал. На совещании прозвучало, что у региона есть все шансы возвести подобное сооружение на условиях частного государственного партнерства. Рассказывает Андрей Пахабов. Хакасия – один из немногих регионов страны, где нет полноценной крытой арены. А зря, уверены эксперты. Хоккей был и есть одним из самых любимых видов спорта в нашей стране. Жителям обидно. Есть и традиции. Я имею в виду то, что развитие хоккея. Да не только хоккея. Я считаю, что это в большей части такое удовольствие для всех жителей, независимо, кто спортом занимается. Зрители, дедушки, бабушки, которые ребятиже бывают потом на эти вещи. Я бы очень хотел, чтобы у нас из этого вопроса получилась такая положительная динамика. На встрече с главой региона представители фирмы «Арена», которая занимается возведением подобного рода сооружений. Компания намерена построить в столице республики многофункциональную ледовую арену с фитнес-центром, раздевалками, хостелом для команд, кафе и тренажерным залом. Возведение на условиях государственно-частного партнерства. Проектно-сметная документация готова. Реализация запланирована в два этапа. Сначала строительство площадки размером 56 на 26 метров, а затем 60 на 30. За матчем на таком ледовом поле смогут наблюдать до 5000 зрителей. Помещение также можно приспособить под любые другие соревнования и даже проведение различных шоу. В Бокамне нет такого большого концертного зала. Современные технологии позволяют, не растапливая поле, покрывать его. Трансформировать его, да. Трансформировать его в волейбольную, баскетбольную площадку в течение суток. У нас только летняя площадка, это наш стадион, где там до 18 тысяч. Ну, здесь круглогодичная полноценная площадка, учитывая наши тематические условия, позволит проводить все концерты массовые мероприятия. Кроме того, по словам Михаила Дроздова, в рамках этого проекта планируется создать в Сибири сразу несколько команд континентальной хоккейной лиги. В планах за сезон проводить по пять игр в Алтайском крае и Томской области, республиках Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия. Это позволит поддержать хоккей с шайбой на совершенно ином уровне. Одна из главных задач, чтобы взяться за клюшку, захотела как можно больше ребятишек. А это позволит уже через 10-15 лет вырастить новое поколение перспективных игроков. Ну, а Хакасия инициативу инвесторов поддержал, приняв приглашение осмотреть аналогичную ледовую арену в Барнауле. Осенняя призывная кампания отметилась сразу несколькими новшествами. Одно из них – психологи, которые будут работать с новобранцами вплоть до отправки в армию. Куда пойдет служить молодежь из Хакасии, сегодня рассказали в республиканском военкомате. Уже на призывной комиссии армейская дисциплина. Артем Кашицын прошел всех врачей, которые вынесли вердикт. Годен. Вот только служить парня пока не берут. Говорят, приходи через пару лет, когда закончишь институт и получишь профессию. Результат дали отсрочку, потому что я учусь в магистратуре. Как отучусь, обязательно пойду в армию или срочная служба, или контракт. По словам военкома, план этой призывной кампании значительно снижен. Минобороны стараются сделать упор на контрактников. Поэтому переодеть в военную форму планируют всего 567 человек из Хакасии. При этом рассчитывают на то, что и число уклонистов значительно снизится. Кручья армия стала привлекательной и она стала гарантом безопасности нашей страны. Я думаю, что это не только мое мнение, это мнение нашего общества. География службы от Москвы до Дальнего Востока. В соседние регионы поедут в первую очередь семейные. Большинство ребят попадут в сухопутные войска. Меньше всего в ВДВ. Всего будет 25 отправок, всего 30 команд. То есть получается 5 отправок будут по 2 команды. Первая отправка у нас 18 октября. 13 декабря последняя отправка. Сборный пункт готов к работе. Каждая отправка будет проходить как положено в торжественной обстановке. Кроме того, впервые на местах отправки начнут работать психологи. Кстати, уже сегодня по вопросам осенней призывной кампании в Хакасии открыта горячая линия. Максим Карамашев, Ольга Камзолакова, Павел Коржов, РТС. ДТП в Абакане на перекрестке Ленина-Щетинкина столкнулись две иномарки. 28-летний водитель Тойоты госпитализирован с закрытым переломом таза. Остальные участники ДТП, хозяйка Лифана и пассажиры отделались мелкими ссадинами. Виновник аварии устанавливается. Новый оборот в уголовном деле мэра Черногорска. Василий Белоногов попросил отменить домашний арест, под который его отправили в начале августа. Сегодня состоялось очередное заседание в Верховном суде. Рассказывает Татьяна Лукуц. Мэра Черногорска задержали в начале августа. Василия Белоногова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на автомоечном комплексе, возведенном на земельном участке, находящемся в собственности его супруги. Работы выполняли силами одного из муниципальных предприятий, учрежденного администрацией города Черногорска. А также силами других коммерческих строительных организаций, что повлекло существенное нарушение их законных интересов. Умышленный наговор. Так Василий Белоногов прокомментировал обвинение в свой адрес. Закон не нарушал, готов сотрудничать со следствием. Адвокат указал на безупречную репутацию заслуги городоначальника. Тогда суд отправил Белоногова под домашний арест. Сегодня состоялось очередное судебное заседание. Все свидетели уже опрошены, а сам Белоногов считает, что домашний арест – излишнее ограничение его свободы. Я полковник милиции, 26 лет, стажа в Министерстве внутренних дел, ветеран труда. Свою первую награду родины за медаль за трудовое отличие я получил 19 лет. Городом Черногорском руковожу фактически с 2008 года. Жители уже дважды доверяют мне на выборах. Я отстранен от работы домашним арестом, ограничен свободой перемещения на основании ложного доноса. Василий Белоногов попросил суд изменить меру пресечения, оставить его под подпиской о невыезде, чтобы он мог вернуться к обязанностям городоначальника. Доводы, приведенные главой и адвокатом, были приняты во внимание. Суд постановил, что Белоногова сферили сельческого домашнего ареста свободить не мере. Под подпиской о невыезде мэр Черногорска будет находиться на время следственных действий. В ближайшее время он вернется в рабочее кресло и ожидать окончания судебного процесса. А дальше что будете принимать? Добиваться правды и справедливости. Татьяна Лукуц, Руслан Шалгынов, РТС. Высотные учения. Пожарные провели тренировку на первом в Абакане шестиэтажном доме, который недавно сдали в эксплуатацию. По легенде, потребовалось эвакуация людей. Спасатели задействовали 52-метровую автолестницу. Огнеборцы проверяли пути подъезда и места для развертывания техники. Работу расчетом облегчила современная пожарная сигнализация с оповещением. При ее срабатывании автоматически открываются пожарные выходы. Включается система дымоудаления. Лестничная клетка имеет пожарные краны. Учения прошли успешно. Ждать некогда. Опасность на пороге. Хакасия принимает меры по защите от африканской чумы свиньи. Что конкретно нужно делать, решали на заседании специальной комиссии. Ветеринары, специалисты Росельхознадзора, аграрии, главы районов, сотрудники ЕГИБДД. Перед каждым поставлена своя задача. Общая цель – поставить барьер вирусу, который неумолимо надвигается по направлению федеральных трасс. В Красноярском крае из-за вспышки африканской чумы свиньи определены сразу две опасных зоны. Счет погибшим животным перевалил за тысячу. Сегодня на границе с Кемеровской областью поставлены кордоны. Проверяют все фуры с мясной продукцией. Такие же меры предпринимают в Хакасии. Еще одна мера дотошно пересчитает всех свиней. В этом помогут сельсоветы. В большинстве случаев граждане сами при переписи по хозяйственных книг не указывают сегодня количество домашних животных, в частности свиней. И тут, конечно, будут проблемы. Их на самом деле там тысячами, а записано там 100-200 голов. В Хакасии около 50 тысяч хрюшек на частных подворьях и в крупных хозяйствах. Ветеринары предупреждают, пора задуматься о самой высокой степени защиты сельхозпредприятий. На сегодняшний день у нас определены хозяйства. Это наши сельскохозяйственные участки УИН России по республике Хакасия. И одно хозяйство в Бейском районе. Одно из хозяйств уже попросило оценить степень своей защищенности от предполагаемой угрозы. Если принять нужные меры, можно избежать внушительного ущерба в случае вспышки африканской чумы. На заседании комиссии также принято решение усилить профилактическую работу с частными хозяевами свиней. А на трассе вести круглосуточное дежурство постов ДПС. Екатерина Ярушина, Василий Кузьмин, РТС. Продолжаем выпуск. Депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова провела очередной прием граждан. На такие встречи приезжают люди со всей республики. Например, пенсионер Леонид Василец обратился с вопросом о субсидиях для малообеспеченных семей, дети которых уезжают учиться за пределы региона. А вот сотрудника НИИ аграрных проблем Хакасии Егора Чебачакова волнует экологический вопрос. Он считает, что нужно усилить работу по сохранению земель. Все прозвучавшие вопросы Надежда Максимова взяла на карандаш. Как пояснила депутат, каждая такая проблема требует тщательного подхода, тем более если решать ее необходимо на федеральном уровне. Любую проблему, прежде чем на нее закладывать финансирование, ее нужно изучить. Надо знать, сколько она будет стоить. У нас вообще-то практически каждый месяц есть выездная неделя. Единственное, что наш комитет по бюджету и налогам иногда в Государственной Думе принимает постановление, когда наш комитет остается работать в стенах Госдумы. И к другим темам. Минувшей ночью погода преподнесла неприятный сюрприз. В Алтайском районе. В хозяйстве Бирюса под снегом оказалась неубранная гречиха. Впрочем, хакасские аграрии не сдаются и продолжают спасать урожай. Несмотря на выпавший снег, в Ширинском и Аджиникизовском районах уборочная там возобновилась. С полей предстоит собрать пшеницу, ячмень и овес. По данным Минсельхоза, в Хакасе убрано 44% злаковых. В нашу редакцию обратились пенсионеры из Черногорска. Люди пожаловались на организацию автобусного сообщения до городского кладбища. Посетить могилы родных и близких можно крайне редко. При этом еще и вернуться назад проблематично. Андрей Пахабов выяснил, что городские власти пытаются найти выход из положения. Первая и третья субботы месяца. В эти дни маршрут номер 6, который курсирует по городу угольщиков, меняет свой рейс и направляется на новое кладбище. Светлана Челтыгмашева в последнее время частый пассажир шестерки. Недавно она осталась без отца. Мы ежемесячно посещаем, потому что боль утраты очень тяжела. Мы привыкли, мама с отцом прожила 56 лет. Чтобы добраться до кладбища в нескольких километрах от города, в назначенную субботу на остановку лучше приходить заранее, около 9. Автобус ждать не будет, а утренний рейс всего один. Здравствуй, папочка. Убрать могилку, заменить цветы, почистить памятник много времени не занимает. Но обратное отправление лишь в 14.17. Люди жалуются, это слишком долго. Ну хотя бы через часа два парить, что пришел автобус. А как, придется же пешком идти. Вызывать такси дороговато, но даже те, кто готов раскошелиться, сетуют машину с шашечкой. Здесь ждать весьма неудобно. Ни крытой остановки, ни даже простой лавочки. Невозможно нигде, особенно пожилым людям, присесть. Бывает, что и непогода. Лето нынче выдалось дождливое. Выглянуло солнышко, тут же тучка набежала, пошли дожди. И людям нигде не присесть. Не поставить свои сумки, потому что, как правило, многие везут к собой и грабли, и лопатки. После этой поездки наша съемочная группа связалась с Черногорской мэрией. Исполняющая обязанности главы города пояснила, люди уже обращались к ним. Администрация пытается найти выход. Я думаю, что мы этот вопрос порешаем с установкой, автобусной остановкой. Ну, с предпринимателями рассматриваем вопрос, чтобы чаще автобус по времени. Но пока еще понимания не нашли, поскольку, как правило, там у нас идет льготная категория граждан. А пока чиновники и перевозчик договариваются, горожане с тревогой ждут прихода зимы. Проводить на морозе в ожидании автобуса по несколько часов – слишком тяжелое испытание. Андрей Пахабов, Дмитрий Щеглов, РТС. Опытом Хакаси по защите прав детей заинтересовались на федеральном уровне. В республике начала работу правительственная комиссия по делам несовершеннолетних. В ее составе представители полиции, УФСИН, Миноборнауки России и Уполномоченного по правам человека. Возглавляют группу замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей. Лариса Фальковская отметила, что республиканская комиссия по делам несовершеннолетних имеет достаточно высокие рейтинги. Позитивные варианты решения проблем, которые применяются в Хакасии, будут представлены на федеральном уровне. Межведомственная группа пробудет здесь 4 дня. Предварительные итоги подведут в четверг. Дружба народов в Хакасии прошел форум активной молодежи Сибири. Торжественное открытие мероприятия прошло в Республиканской национальной библиотеке. Аскизский межрегиональный молодежный гражданский форум. Впервые его организовала Хакасская организация Асхыр 5 лет назад. Форум кочевал по Сибири. В этом юбилейном году выбрана наша республика. Вопросы мы поднимаем очень актуальны для народов России, для молодежи народов России. Это проблема сохранения родного языка в условиях глобализации, в системе образования. Также языковая политика, факторы укрепления межрегионического согласия. Делегаты, представители общественных объединений, студенты, молодые специалисты Хакасии, Алтая, Бурятии, Тувы, Кемеровской области. Молодежь это наше будущее. Вам, особенно вам, активным людям, строить и развивать нашу экономику в нашей стране. Строить новую жизнь, новые отношения. Государственная политика, она заключается в том, чтобы сейчас вот эти настроения, эти вени поддерживать всеми силами. Тот мозговой шторм, который происходит на площадках форума, чтобы самые лучшие идеи, они, конечно же, получат поддержку для реализации их жизни. Успехов. В программе «Круглые столы», встречи с экспертами, через национальные игры участники знакомились с культурами народа в Сибири. В первую очередь, конечно, я буду рассказывать о нашем шорском языке. Какие у нас проблемы, как мы его изучаем. Хакасский язык близкий нам, очень близкий. И, конечно, вот я приехала, может, даже в какой-то степени обмен опытом. Чтобы наши народы, хакасские, вот, нас оба очень близкие, шоурия, чтобы мы имели тесные связи не только вот на таких форумах, а вообще в жизни. Уже 26 лет я в школе работаю и преподаю хакасский язык для невладеющих. У нас здесь деревня русскоязычная, у нас проблем очень много. Но, преодолевая эти проблемы, я работаю уже вот столько лет, и я завтра поделюсь своим опытом. Предложения по развитию языков и культуры вошли в резолюцию форума. А сегодня для гостей провели экскурсии в музей Орженикидзовского района и на горную гряду сундуки. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС. Николай Валуев приедет в Хакассию. Знаменитый спортсмен, политик и телеведущий приглашен на первый в республике турнир по футгольфу. Соперники – представители угольных предприятий и детской команды Черногорска. Николай Валуев – президент Федерации нового вида спорта, который набирает популярность. Это синтез футбола и гольфа. Задача – метко отправить мяч в лунку. Первый в истории Хакассии турнир по футгольфу пройдет в субботу на стадионе «Шахтер». Начало в 11.00. Посмотреть на соревнования и поучаствовать в мастер-классах смогут все желающие. Вход свободный. Сезон открыт. В Хакассии прошел всероссийский турнир по вольной борьбе. Памяти заслуженного мастера спорта страны Сергея Карамчакова. Почти 30 лет назад он стал первым хакассским спортсменом, завоевавшим олимпийскую медаль. Сергей Карамчаков и сегодня остается примером для молодых борцов. Традиционно первые победы в сезоне они посвящают прославленному земляку. Борцовский турнир памяти Сергея Карамчакова в Сибири один из самых престижных. На нем можно выполнить норматив мастера спорта России. Статус состязанием придает и их имя. Они посвящены хакасскому спортсмену, который в 88-м году внес вклад в триумф сборной страны на Олимпиаде в Сеуле. Тогда парень из Аскиза завоевал бронзу, которую на родине встретили как золото. Это был первый олимпийский успех Хакассии. В 93-м прославленного спортсмена не стало. Ежегодно турнир его памяти собирает свыше 100 лучших сибирских борцов. В этом году участвовали шесть регионов. Для Хакассии успешными оказались выступления представителей легкого веса. Трое вышли в финал, но золото досталось лишь Алексею Медведеву. Остальные, Владимир Сагалаков и Денис Карамчаков, уступили соперникам из Тувы. Неудобный соперник, техничный. Уже хорошо подготовленный. Поэтому надо работать, надо шипами лучше делать. Война борьба уже поднимается не в таком уровне, как раньше. Все очень хорошие стали. И надо постоянно тренироваться без тренировки. Один тренировок пропустили, все. А сегодня постарался, поиграл. Ну, потренировался хорошенько. По итогам состязаний большинство ступеней на пьедестале заняли борцы из Красноярска. Здесь хороший уровень. Борцы приезжают с разных регионов. И организация на высшем уровне. Спасибо всем, кто это организовал, этот турнир. Сейчас борцы готовятся к зимнему турниру на призы Академии борьбы имени Миндиашвили. Успешное выступление на нем дает путевку на международные соревнования. Гран-при Иван Ерыгин. Максим Карамашев, Дмитрий Щеглов, РТС. Юные волейболистки из Хакасии и соседних регионов разыграли кубок главы Белоярского сельсовета. Крупный турнир прошел в спорткомплексе «Колос». На него съехалось 20 команд из городов республики, а также Новосибирска и Красноярска. Победители определяли в двух возрастных группах. Среди 10-летних девочек лучшими оказались красноярцы. Среди команд постарше победили хозяйки турнира ЦСКА Хакасия. О событиях в республике можно узнать и в интернете на сайте tvrts.ru, а также на сайте газеты Хакасия, газета 19.ru. Ну, я с вами прощаюсь. Удачи! Спасибо. 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 Спасибо.